Что ж, как вы помните, мы с вами во дворце короля Ироветти, в Питексе, и пытаемся, собственно говоря, пробиться дальше, найти гада и вообще. В прошлый раз у нас был, получается, босс-файт, и мы с вами чуть-чуть не дошли до комнаты, где нас будут ждать награды за этот босс-файт, судя по всему. Ой, я слышал, что что-то щелкнуло. Сломанное сверло с клеймом Технолиги. Интересно, здесь наборы вообще вещей. Какие-то книжки, записки странствующего жреца, свиток защиты от закона, проклятие древней Иобари. Я вот думаю, знаете что, давайте попробуем сыграть песнь мастерства на секунду, посмотреть, вдруг мы что-нибудь здесь тайное заметили. Но нет, паучье чутье меня таки подвело. У нас у всех ресурсы значительно поистратились, но при этом все-таки, я думаю, попробовать чуть-чуть пройти дальше, в надежде, что мы все-таки с вами сможем еще там, ну, хотя бы трэшей победить. Ну, потому что иначе, если мы прямо сейчас отдохнем, у нас, во-первых, припасы с вами далеко не бесконечны, а во-вторых, ну, пати-то у нас нормальная. О, стражники Питрикса. Столовый Шум и Гам. Стражники Ировети бурно обсуждают идущее сражение. Старые семьи подняли бунт, уличные бои по всему городу. Этот миткеш нам не подавить, власть Ировети конец, это ясно как день. Этот Кураж. Вы видели, как он разделался с Веломором? Думаете, у нас против него есть шанс? Он вот-вот будет здесь. Бежим, пока еще можем. Крыса-оборотень обнажает кривые зубы в яростном оскале. Труслить вы, никчемушники. Вы жрали королевские харчи, пили его вино, набивали карманы его золотом. Значит, сейчас вы останетесь здесь и будете за него драться. Любому, кто попробует сбежать, я обглодаю лицо. Странно, что крыса оказывается преданнее, чем стражники. Ну, обычно, знаете, типа крысы первым бегут с корабля. Те, кто не желает умирать за Ироветти, могут идти. Остальные к оружию. Да, бегите, бегите. Ха-ха, смотрите, штаны не потеряйте. Октавия широко улыбается вам. Я сожру твою печень, выгрызу кишки, высосу мосок из костей. Ммм, ну, окей. Предположим. Предположим, ты что-то из этого сможешь сделать, крысёныш. Ага. Давайте-ка сфокусируемся вот на этой крысо-боротне. Она прям к нам вплотную отказалась. Ну, ещё один бой, в который надо подходить подготовленным. Я, к сожалению, с первого раза чё-то, ну, не готов был совсем. Вот так, наверное, мы с вами сможем подольше тут со всеми посправляться. А Октавия, кстати, у неё есть ещё что-нибудь такое ауешное мерзкое. У неё есть обсидяновый поток, смотрите-ка. И мы можем его вот сюда кинуть. Вот так. Будет, наверное, очень хорошо. Там враги нам бомбы закидывают. Давайте смотреть, что у нас ещё есть по площади такого. Иллюзорное разложение, например. Во. У нашего персонажа есть что-нибудь тоже весёлое? Вопль. Ну, вопль и по своим, и по чужим, как мне это не очень нравится. Мы можем призвать варана. Ну, давайте призовём, так и быть. И Тристин, кстати, может тоже призвать какую-нибудь няшечку. Вот у неё есть загашники. Всякие интересные существа. Давайте максимально использовать силу призыва. И Тристин, друг, не беги вперёд. Есть смысл встать вот здесь и заюзать молебены, например. Так, Валерий и Орба давайте халдить. А вот наш персонаж заюзает лечилку свою. И, кстати, можно погребальную песню попробовать в этот момент. Враги, благо, смотрите, все покусят на нашем признанном элементаре. У Октавии точно были всякие интересные штуки. Ну, во-первых, мы нашим персонажем можем вот эту хрень кинуть в Гайден. Огба. Давайте Огба займётся Глашата. А, до Глашатэх он не может добежать. Так, и попробуем ещё разок тоже... Давайте призовём вот тут крупного элементаря воздуха. У кого ж какие призывы остались? Сейчас стоит посмотреть. Воодушевляющее восстановление. Не, не поможет нам. Чё у нас ещё есть? На шестом уровне? Оу, призыв огромного элементаря. Да пусть это будет, допустим, элементарь огня. Вот туда вот крысюкам отправим. В подарок. Так. Отлично. Тристиан. Что у тебя ещё? Благословление, удача и... Оу. Шокирующий барьер. Нет, не спасёт нас. Ну ладно, пока. Не будем ничего трогать. Хотя, смотрите, яд. Давайте на Гайфуна ещё яд кинем три стены. Ой, ой, я чуть не упустил Валерий. Чуть не упустил, но, к счастью, не упустил. То есть нам ещё есть шанс отличиться. Соответственно, Валерий юзает вот это. Наш персонаж. Ех. Прогребальная песня не очень эффективна. Наверное, песнь мастерства сыграем. А у три стены должна быть какая-то мощная лечилка всё-таки. Ой, исцеление критических хранений на Валерии. Давай. Так, и... Ну вот, например. Хотя возрождение мы оставим. Ой, исцеление тяжёлых хранений массовое. Так, и вот этот Гэттон ему уже довольно-таки плохо. Я вижу, что чувак не очень рад, что с нами связался. Думаю, было бы неплохо, наверное, нашим персонажам израсходовать так и быть. А ещё один свиток ускорения, потому что оно на пять раундов... Ну, нас ускорят в два раза, что будет просто безумно круто. Тристин может, кстати, массовое лечение запустить ещё разок. Во. Всё, кажется, с боссом мы разобрались. Ну, а остальные уже тут так. Фу, слушайте, ну... Что не комната, то какой-то бой. Причём, очень даже серьёзные бои, я скажу вам. Я думаю, вот это мы соберём. Тут, наверное, тоже возьмём. Стражник Питых совооружён хорошо. А, доспех наверняка что-нибудь стоит, но... О, Гэттон. Вот с Гэттоном мы должны с вами снять интересные штуки. Так, вот эти вот пластинчатые доспехи стоят... Ну, короче, они весят очень много. У нас и так перегруз уже такой хороший. Ну, ключ. Ещё один ключ. Зачем я взял арбалет, не знаю. Посмотрим, что мы там нашли. И стоит ли этот доспех того, чтобы его таскать? Да, стоит. Наручи защиты плюс восемь. Срань господня. Оп. Ну, три стены, короче, оно помогает. Кольцо защиты плюс пять. Ну, проапгрейдим у Валерии. И, соответственно, следующий, наверное, кто получит новое кольцо защиты, тоже будет три стены на всякий случай. Вот так вот. Кстати, здесь у нас какое? Плюс три, ладно. Амулет природной брони плюс пять. Господи, у нас сейчас... У нас сейчас просто Валерии будет супер-мега танком. Плюс четыре к ловкости и выносливости. А здесь к силе и выносливости. Здесь у нас плюс шесть к ловкости. А, плюс четыре к ловкости и выносливости. У нашего персонажа вообще всё прекрасно. А, во. Вот тут тоже мы обновим поясочек. Короче, бой с боссом, он хоть был, ну, довольно-таки сложным и затянутым, и прошёл я его со второго раза, мы с вами таки добыли кучу всяких полезных ништяков, которые на нас будут не просто хорошо смотреться, но ещё и дадут бонусы к нужным нам статам. Что здесь? Здесь ничего. Ну, видите, в общем-то, мы с вами вместо того, чтобы остановиться на месте, пошли чуть дальше и смогли вот так вот без бомбочек жубелоста завалить ещё одного босса. Так бы у нас, ну, ещё один отдых получилось бы, ушёл бы в никуда. Кстати, жезл пылающий... О, жезл смарадного облака. Вообще было бы хорошо его уже истратить. Он меня как-то, во-первых, подзадолбал, во-вторых, он чем дальше, тем менее полезный. А тут вот эти вот бои с кучей врагов, когда мы пытаемся как раз-таки максимально применять наши ауешные скиллы. О, что это? Кто это? О, дверь, горе мне. Горе ему от двери. Ну, допустим. Чё-то я боюсь вот этих вот уже дверей и того, что нас за ними может ждать. Ага. Ага. Всякие ништячки. Слуги. Что-нибудь они нам скажут или они вообще не в теме? Эй, поймайте, ровите, дайте этому году от меня пару пинков. Что за неделька? Сначала пирог сгорел, потом трубы засорились, а теперь революция. Ну, в принципе, да, события такие, которые логичнее всего поставить в один список. Ух ты, где мы? Королевский дворец Питекса. Ну, это понятно. Здесь... Это, видимо, кухонька. Ага. Там, там. Там, там. Где-то. Что там? Я не понял. Я не совсем понял. Но, видимо, вот здесь. Неспроста же призрак нам сюда указывал. Хотя мне страшно. Вот реально тот момент, когда ты не знаешь, переживешь ли ты следующий поворот за угол. И вполне возможно, что это тот поворот... Ай-яй-яй. Мы все так встали, интересно. Что, скорее всего, реально вот этот поворот мы не переживем. Ай-яй-яй. Джубелост, в частности. Джубелост, вали. Фу. Джубелост. Ну, попробуем вот так хотя бы. Да. Будем максимально наших держать. Вроде Валерия смогла прорваться в первые ряды. Соответственно, Джубелосту, в принципе, ничего особо не должно угрожать. Было бы здорово нашим персонажам вот эту вот иллюзию кинуть. Так. У нас идет активное, кстати, перекидывание с врагами стрелами еще. Там еще что-то что-то каскует. Ай-яй-яй. Так. Какое у нас максимальное заклинание осталось? Воскрешение. Ну, не буду я тратить воскрешение на то, чтобы подлечить Джубелост. Во. Во. И давайте сразу позитивную энергию проведем, хотя тристина тогда лучше вперед пройти. Во. Крыски, кстати, такие довольно-таки мерзкие. Эй. И у них еще, судя по всему, какая-то невидимость есть. И они еще и, судя по тому, как они сражаются, это роги. Ну, в смысле, боры. А в одиночку-то, конечно, все эти гады ничего из себя не представляют. Но вот, когда ты массово так оказываешься окружен в толпе врагов, становится немножко не по себе. Но, в принципе, у нас еще ресурсы не израсходованы далеко. Поэтому мы можем двигаться снова вперед. Все еще в экономичном режиме. Ну, хочется, чтобы максимально мы как бы с вами за израсходованные ресурсы получали отдачу в виде продвижения дальше. Потому что давайте вот от благословления удачи кинем еще массу. Я думаю, нам не помешает оно. А, фуф. Так. Здесь какая-то фигня. Здесь какая-то фигня. Здесь какая-то... А, здесь у них типа оружейная, да? Ну, тут все заберем. Мне вот теперь мучает вопрос, а выпустят ли если что нас отсюда? То есть мы можем посредине вот этой революции встать и сходить обратно продать все, что у нас накопилось. Потому что у нас с вами очень много предметов. Таким образом, как набралось, здесь куда-то выход. Ой, не знаю. Ой, не уверен. Ну, и боюсь. Понятное дело. До следующего уровня нам как до луны пешком. Да, как до луны пешком. Ладно. Что же делать-то? Тогда ничего не остается, как идти вперед. Надеяться... О! Надеяться, что ловушка не сработает. Да. здесь кто-нибудь есть? А, мы с вами, кажется, в тюрьме. Ну, в темнице, ладно. А кто-нибудь, кто-нибудь здесь есть? Просто, ну, враг моего, врага, мой друг. Соответственно, если здесь есть враги Ироветти, может быть, они нам чем-нибудь смогли бы помочь в это тяжелое время для нас и для Ироветти. Ну, видимо, никто нам здесь ничем не поможет. Но как-то здесь пустынно для тюрьмы. Мне казалось, что, ну, тиран вроде Ироветти должен держать в таких вот катапкомбах А, о, Ханнис Дрелев. Вот, большое количество людей. Но как минимум одного мы нашли и есть надежда, что он нам сможет помочь. Нет? Сможет, возможно, да. Что скажешь, друг? Вы едва узнаете человека, сидящего в камере. За годы, прошедшие с тех пор, как вы видели барона Ханниса Дрелева на торжественном приеме в Рестове, он сильно изменился. О, помните, по-моему, кто-то из вас спрашивал про судьбу этого чувака, не правда ли? Блин, я даже помню твою аватарку, я забыл имя, у меня ужасная памятная вина. Черт, 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 мне дико неловко. Ну, в общем, вот он. Некогда мускулистые руки истончились, кожа побледняла, глаза запали. Он сидит на полу неподвижно, глядя на свои руки. Барон Дрелев, не ожидал тебя здесь увидеть. Губы барона дрожат, он по-прежнему смотрит на свои руки. Когда вам уже начинает казаться, что ответа вы не дождетесь, он тихо говорит «Ты опоздал. Барон Ханис Дрелев умер. Это только труп». Поглядим, что с тобой. Применяем поиск магии. Судя по всему, в данный момент Дрелев не находится под действием активного заклинания, однако вам удается заметить остатки странной магической ауры, очень похожей на ту, что ощущалось в подземелье под старым платаном в той зале, где выбились старту Чио. Можно предположить, что некий артефакт невероятной силы оставил этот след, но определить что-либо точнее невозможно. У меня есть к тебе несколько вопросов. Дрелев не реагирует на ваши слова, продолжая смотреть на свои руки. «Ты мертв?» После долгого уме. По-моему, ты жив и здоров. Присмотрись. Дрелев поднимает руку, оттягивает дрожащими пальцами кожу на щеке, бледную, но вполне здоровую. Видишь, кожа отслаивается, пальцы сгнили до костей. У этого трупа уже нет ни глаз, ни сердца, ни желудка. Ничего. Принюхайся. Воняет мертвичатина. «Что ты делаешь? В тюрьме увыроветь?» Дрелев цепляет пальцы. Барон выехал из Рестова в Глинибон. Попал в засаду. Ироветти перебил его людей, взял его самого в плен. Никто не заплатил выкупа за барона Ханниса Дрелева. Ироветти убил его. Как-то погиб. Ироветти служит чудовище. Ручная нага. Она принимает для него разные обличия. Это не важно. Он дал ей оружие. Деревянный меч. Наверное, магический. Сказал, «Проткни им Дрелева». Она проткнула, и Дрелев умер. «Если ты мертв, значит жрец может тебя воскресить?» «Жрец?» Ханнис беззвучно шевелит губами. «Да, жрец». «Жрецы ведь воскрешают мертвых?» «Да, может быть, жрец поможет?» «Нечего тебе за решеткой сидеть. Будь ты хоть живой, хоть мертвый». «Кстати, если хочешь ожить, выходи на улицу и найди там Дрея Ярнца, жреца. Скажи, что тебя послал Кураж, и тебе нужна помощь». «Давайте его выпустим. Че такого-то? Ну, стоит ему помочь». «Дрея Ярнца, жрец, жрец. Может воскресить Дрелева?» Ханнис с трудом поднимается на ноги и, пошатываясь, выходит из камеры. «Этот Дрелев-то еще скотина. Он бы тебя не пожалел, а ты его все равно спас. Надеюсь, он не пустит на ветер этот шанс начать новую жизнь». «Он умер заживо и воскреснет благодаря тебе. Ты подарил ему еще одну жизнь, как и мне когда-то». Ханнис заставляет себя поднять лицо и взглянуть на вас. «Спасибо, Кураж». Может быть, барон Дрелев снова будет жить. Окей, сделали вроде как доброе дело, хотя ощущение от него не самое доброе. Что за срань? Что за мать его срань? Вот как всегда. Ну, окей, будем смотреть, что у нас осталось в арсенале. У нас как бы все меньше и меньше всего на самом деле. О, свирепейс Меладон. Но, что-то же у нас как-то должно. Водушевляющее восстановление не спасет нас. Давайте призывать красного колпака. Так, тут у нас что? Ангельский аспект, губительный полимор. Целью небольшую собаку. Пермаментно. А давайте попробуем. Я сомневаюсь, что нам дадут это сделать. Ой. О, ха-ха-ха. Или дадут. Ха-ха-ха. Да ладно. почему я не юзал этого раньше. слушайте, отлично. У меня новое любимое заклинание, как вы, наверное, догадались. Интересно, а шмотки мы слушайте, у штуки армор-класс какой-то просто запредельный. Хотя благословление на нас все еще висит. Песни, к сожалению, песни у нас закончились с вами. ой, простите. А у кого это было губительный полимор? Блин, отличная тема. Блин, у Актавии, что ли? А где же? Где же? А, у Актавии, губительный полимор, слушайте. Нормальная тема, скажу я вам. Это соберем все? Так, по времени от старого к новому. Почему мы не можем? Почему мы не можем взять шмотки? Это, видимо, последствия губительного полиморфа, что ли? Или что? Потому что вот это кольцо защиты явно явно клевые. И ботинки тоже крутые. А, ну нет. Блин, неожиданно мы себя шмоток таким образом лишили, а? О, что-то мы заметили. А где мы что-то заметили? А, пролом. На стене висят вырезки из газет с кричащими заголовками. Ужасное убийство. Сейчас. Ужасное убийство в порту. Новые жертвы портового потрошителя. Подозревается горгулья. Страж обессилен остановить убийцу. Портовый потрошитель остановлен. Убийства прекратились. Надолго ли? Тайна потрошителя все еще не разгадана. Блин. Кольцо защиты плюс пять. Шмотки. А мы можем как-нибудь развеять эту магию теперь? У нас такой возможности нет. Давайте свет кинем, кстати. о а мне так больше нравится стать. Ну правда что в темноте то ходить? И здесь есть какая-то штука которую мы можем проломить. Хочу попробовать. Копплите. Смогли? Смогли. Что здесь? мать вашу нужен ключ. У нас разве ключа нет? Нужен ключ да. Лады будем искать ключ. Блин ну неужто? Почитаем эффекты вот этого заклинания. так стоп кислота в автокаст выпрямь так ее скорость признает. но и все вроде. Ну смешно что она сработала. Ладно. Ну шмотки может клевые но тут и враг был сильный. Ой. А слушайте это вот та арена на которой мы уже были. А соответственно вот здесь еще был какой-то выход я помнится видел его вот тут. Но кажется с этим этажом мы все. Надеюсь. Очень надеюсь. И мы оказываемся посередине холла. Это вот тут. Давайте-ка все-таки выйдем здесь осмотрим вот эту часть и потом если что вернемся. Потому что я чувствую что мы с вами можем быть посреди просто толпы врагов и нафиг оно нам надо. Блин с полиморфом облом. Вроде как и заклинание клевое но если шмот теряется то как бы но я далеко не уверен что мы бы в честном бою эту горгулью могли бы одолеть. Есть еще такой нюанс. так дверь секретная дверь за секретной дверью обычно скрываются какие-нибудь полезные приятные ништяки я слышу жуткие звуки кстати полезные приятные ништяки какие-то очень бесполезные и шняжные серебряные слитки ладно но все равно как-то это не тянет знаете что давайте попробуем последнюю какую-нибудь комнату осмотреться просто я прям во-первых я очень сонный ну что-то дни были не самые легкие у меня вот а во-вторых вот эта вся музыка и вот эта вся атмосфера она на меня начинает потихоньку давить немножко гнести и поэтому я чувствую что могу предпринимать не самые лучшие решения о страшники питокса живее живее ты не выбирай ты хватай все потом разберемся что-то ценное кажется сюда кто-то идет здравия желаю а мы тут охраняем сокровища его величества да чтобы кто-нибудь не украл стой это не наши это захватчики бей их вот эти на валерии пытаются соответственно давайте попробуем сейчас эконом отойти эконом я сказал отойти во и начнем вот с этого стражника хотя там есть какой-то а это просто лучник скорее всего уху октавиак конечно атака из-под тяжка это нечто это что-то с чем то есть ее вот от контрип который вроде бы как бы и не такой уж и сильный эй ребят давайте это сфокусируемся немножко во отлично кстати эту комнатку мы наверное сможем использовать с вами и для отдыха если что потому как он нам уже я так чувствую в ближайшее время пригодится что здесь есть блин книг собрали обалдеть скольп и метка дриады что как бы намекает на то что наша старая знакомая здесь была посмотрим что у нас за книги тени апсалома сквозь щель в ставнях Нван Нван Квон наблюдал как посетитель нерешительно топчется у крыльца много лет назад после дела механической башки гном дал себе зарок не связываться с полуросликами лучше высветания чем такие приключения но что-то в облике посетителя не давало Нван Квон покоя что-то было не так что скажешь Кекси его помощница примастилась у соседнего окна не выпуская из рук вязания на одежду взгляните с чужого плеча мродяга верно но не совсем посмотри на ноги Кекси прищурилась селись разглядеть хотя бы что-то в неверном свете фонаря над порогом это что следы от кандалов место ответа Нван Квон двинулся в выходной двери нам понадобится доктор словно подтверждение его слов гость на крыльце покачнулся рухнул на колени и бессильно и бессильно уткнулся головой в порог занятно много тайн хранится в аналах истории Росланда одна из них история барона Сириана первого отчаянным бойцом был Сириан но не очень умелым злые языки твердили что он бежал в Рослан спасаясь от насмешек в родных землях он проиграл десятки дуэлей и на новом месте ждали его неудачи когда Сириан проиграл на дуэли с бандитским атаманом не пригоршню монет а целое поселение барон не выдержал и покинул Рослан никто не знает где скрывался он несколько долгих лет но эти годы изменили его полностью он вернулся не только с новым мечом Сириан Алдори но и с необыкновенным даром теперь в сражениях на мечах ему не было равных бросив вызов тому самому атаману что некогда посрамил молодого барона Сириан в мгновение ока одолел своего обидчика после чего объявил награду сто тысяч золотых монет тому кто превзойдет его в схватке тут задействована магия наверняка в поисках радости исповедь еретика я делаю глубокий вздох вдох и замираю я жажду впитать каждое мгновение радости вдохнуть испарение чужой души состывающей крови границы между реальностью и миром грез распролываются мне кажется что стук в моих висках слышен всем кто идет за стеной но нет то лишь мои фантазии звенящая тишина наполняет комнату укутывает нас обоих пятая жертва принесена моя госпожа прекраснейшая из богинь будет счастлива я позабочусь о том благоуханные цветы сорванные в момент своей величайшей красоты стали частью шедевра достойного самой Шеллин пускай узколобой жрецы отвергли меня и мой талант я служу самой неувидающей розе а не червям которые выгрызаются в ее стебель и сосут ее живительный сок до завершения моей работы осталось немного я уже нашел материал сероглазая и русоволосая она вот-вот увянет в окружающей грязи я дам ей новое предназначение окей у нас тут какие-то странные вещи типа золотого порошка туши и прочего вот это чего-то давайте прочитаем последние две книги да вообразите в небольшой городок приезжает девушка чьи имя я не называю дабы сохранить тайну и немедленно покупает самую дорогую загородную виллу ну а прибывшая тратит небывалые суммы на благотворительность за свой счет воскрешает нескольких трагически погибших горожан она совсем молода грубоватая речь и манера указывают на неблагородное происхождение город гадает как эта юная дама стала владелицей огромного состояния чему тратит его так охотно секрет открылся мне когда я в качестве целителя была приглашена в дом загадочной девушки хозяйка поколебавшись продемонстрировала то что скрывала ото всех ужасные кислотные ожоги она предвосхитила вопросы одним словом Илфари Илфалиак имя этой чудовищной черной драконицы было хорошо известно в речных королевствах столетиями она обитала здесь сея ужас и опустошая поселение много опытных охотников на драконов пытались покончить с ней но погибли сами никто не знал где находится логово Илфалиак где она нападает снова раны оставленные кислотным дыханием Илфалиак на теле моей пациентки были ужасны но куда сильнее болела ее душа некогда девушка ее приятели обнаружили логово драконицы они могли бы собрать охотников уничтожить чудовище но предпочли промолчать ради наживы в отсутствие хозяйки они понемногу выносили из логово сокровища однако Илфалиак заподозрила что-то подстерегла воров и жестоко расправилась с ними моя пациентка притворилась мертвой и спаслась пока драконица пожирала тела ее друзей в ее распоряжении осталось немало золота но к нему прилагался груз воспоминаний о разоренных городах бесчисленных обожженных кислотой мертвецах не в силах вынести вины девушка пыталась искупить ее добрыми делами мне удалось исцелить ее раны на прощание она сказала мне что потратит золото чтобы снарядить экспедицию в логово Илфалиак и покончить с чудовищем недавно до меня дошли вести что вилла давно стоит покинутой возможно хозяйка уехала в иные края но сердце увы подсказывает мне что ее кости сейчас лежат у логова Илфалиак крылатого ужаса бича речных королевств Учитель почему в книгах бревойцев что ты даешь нам нас называют варварами боги прогневались на наш край сынок немало великих империй поглотила эта земля словно не желает носить на себе живое наше селение окружено руинами которым тысячи лет их разрушил кусок звезды рухнувшей с неба царство циклопов стало первой жертвой проклятия спустя тысячелетия новые поселенцы освоили опустевшие территории и создали прекрасную абарию простиравшуюся от озера туманных вуалей до Костровийского моря но новая напасть явилась пострашнее прежних одну болезнь за другой насылала на наших предков природа мокрая чума угольный мор удушная немощь сменяли друг друга оставляя после себя лишь боль говорят виноват отип некромант кто знает крохи остались от былого величия поэтому я и учу вас дабы бревайцы не насмехались и варварами не миновали а это что? гида на диквании как бороться с выцветанием практические советы это у нас уже было есть у нас ключ какой-то и резная урна ну да ладно знаете что давайте посмотрим что из этого у нас может выучить выучить черт возьми ничего мы больше нового не можем выучить судя по всему да а жаль я хотел сказать Октавия я и ее имя забыл вот ведь ну да ладно я думаю что на этом давайте скажем спасибо Андрею Фиолетову Максиму Ваваеву Мэйхому и Зуклики за то что они продолжают поддерживать наш канал ну и спасибо всем вам что приходите смотрите эти прохождения думаю следующий эпизод я в общем между эпизодами отдохну и следующий эпизод мы начнем с пати которая заряжена бодра весела и готова в бой я надеюсь что я сам отосплюсь и буду как бы более энергичен вот а пока на этом все всем удачи счастливо пока пока до встречи через пару дней